Ну чё, всем привет! Я Арина Сергеевна, сегодня ест борщик. Вот приготовила капусту. Вот, поедим борщик. Борщик с капустой, смаринованной. Очень вкусно. И полезно. Устала, короче, я сегодня. Столько дел переделала. Понимаете, да? Теперь надо и поесть. Чтобы не быть злым, как вы говорите. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной и худейте. Девочка, если я такую капусту великолепную сделала, ну вы увидите. А я уже увидела. Не знаю. Посмотрим. Больше на этой капусте. Знаете, какой вкусный? Вы спросите. А где же у тебя хлебушек? Да хер его знает. Потерялся где-то. У меня сегодня хлеб это... А может взять, а? Как вы думаете? Там, возьму хлеба. А да, Ирина Сергеевна сегодня очень устала. Столько... Столько проделала работы, вы просто не представляете. Хлеб не мой любимый. Хлеб не мой любимый. Я люблю квадратный. А это круглый, чёрный. Не особо. Я такой люблю. Понимаете, да? Ну вот какой-то... Какой-то вот такой хлеб. Короче, я когда диабетом заболела, в 99-м году, я лежала в областной. Ну, в Екатеринбурге. Кто знает. У меня же есть Артурчик. СЕКБ. Ну и это... Там, короче, когда... Чё, 99-й год? У меня первый раз, когда лежала, там и минералочку давали, и салатики, и мясо, и вот такой, короче, чёрный хлеб. Он был такой вонючий. Не знаю, я там не ела чёрный хлеб, потому что я его не могла есть. Потому что он был невкусный. Вот так вот. Вот так, девочки, как-то так. Так, чтобы капусту сделала, скоро будем этот пирожок низкокалорийный делать. Вкусный и полезный. Сейчас, короче, поем. Пойду в баньку, баньку. Попарюсь веничком, веничком. Потом, короче, это... Побрызгаюсь, распрею, мне же духов-то нет. Знаете, как-то духе я не очень люблю. У меня сейчас столько духов было. Понятно? Ну что? Ну почему я не лечу-то на липцо психологическое отклонение? Я не знаю, это у вас, наверное, психологическое отклонение. Знаете, ну вы же не пишите, как вам сказать-то правильно. Ну, короче, это у вас... У вас кто-то, видать, так сильно обидал? Ну, давай, пишите. Долго уже картошку не жарила с... с маслятами летом в последний раз. Ну, не, девочки, картошка была вкусная, низкокалорийная и полезная. Не, ну, если вам не нравится, вы же заходите, смотрите, пишите свои комменты, как вы говорите, я вас оскорбляю. не держу от вас учусь. Как вы не понимаете? Да-да-да, хороший человек сидит и всех оскорбляет. и я чё-то не пойму и не слышит. Может, это так и заведено, объяснить, но если вы напишите радость, что вы думаете, я вам буду улыбаться. Ира, ты сама часто говоришь, ну, что пожрём? Ну, вы сами так говорите, ну, что пожрём? Ну, что пожрём? Ира, жареная картошка и так очень калорийная. Я в курсе, что картошка очень калорийная. Так, а ещё и хлеб и майонез. Зачем? Ну, с хлебом вкуснее, и с майонезом тоже. Природа очень много тебе дала, конечно. Ира, стесняюсь тебя спросить, в каком месте ты сексуальна во всех? Ну, агрессивная и не агрессивная. Так, ладно, телефон уберём сюда. Блин, капусту стала шинковать. Вроде, тёрка такая простая, знаете? Вот, варежку я одеваю. Варежки, кстати, чистые были. Специально куплены для капусты. Чтобы это, пальчики не порезать. Понимаете, да? сейчас она, короче, настаивается, капуста, через два дня. Через два дня. Всё, он уже будет готово. Можно хоть больше варить, хоть щи. Что хотите, то и варите. Не знаю, опять бомба получилась. И когда ты всё успеваешь, я всё успеваю. Суп сварила, капусту приготовила. Видели, капусту, приготовила? А что там ещё? Капусту приготовила. Баньку, ладно, не я, топила. Сейчас любимый приедет. на чёрном Мерседесе. И мы пойдём в баньку, да, ну, как вы хотели. Ну, там, знаете, там уже ваши фантазии. Что хотите, то и думайте. давай мы вместе пойдём. Сейчас он дела заделает. Любименький мой. Ну и всё. А дело с делом. Ой, хлебушку не даю. Ну, что-то никогда не нравится мне этот хлеб. Уже надо отходить до Настя отдать очистки там от картопана, от капусты. Вот так вот очистки. Хоть порощёнка заводеем. Нет, Настя предлагала, говорит, давай, говорит, порощёнка заведём, я куда держать будем. А он, говорит, это, он, говорит, не знаю. Я говорю, ну, ладно. Допустим, у меня сестра работает в воспитательном детском садике. Там раньше было 300 рублей платишь и отчистки, ну, отходы забираешь. Ну, так же фермеры делают. По детским садам ездят и забирают за сходом. Ягу. Вон все сестры я бы наплатила 300 рублей, а мы отходы забирали. Нет, не будем мою поросёнку зовать вообще такой поросёнок. Мне сейчас кажется, поросят невыгодно держать. Так и козу. Во-первых, козу надо кормить едой, там это, но она же не будет вам одно сено, так же есть едой, там какие-то отходы, носи почьем, сеном, так же там что-то комбикорм, я не знаю, чем козу кормят, я не держала. Так, ну всё, следующий кричит заведующий сейчас чай. Всё, манник нам приходит, манник нам приходит, скажите, манник, хотите, угощайтесь. Ирина Сергеевна сегодня добрая, и не злая. Устала просто. Просто устала. Ой, а чего? Ну я же не лжу на диване целыми сутками, 24 на 7. манник. Манник. Сегодня, короче, кофе. Не хочу я чай. Ой, чай я пью. Говорю, не хочу кофе. То вас начнётся опять. Как было, вкусно пить хотела. Сушничок, шушничок. Но там кто-то писает, ой, она сначала, прежде чем снимать видео, она набухнётся и снимает. Ну да, вместе с вами пили, чё не помните, да? Вот так вот. Девочки. Вот видите, вот такая турелка советского года. Авторитет. Ладно, шутка не авторитета, пошутила. Начнёте там опять писать. Ладно, короче, я устала. Сейчас пойду, короче, вам видео загружу. Потом смелым пойду в баньку. Веничком, веничком, тёрочкой, тёрочкой. Ну, не железной, конечно, тёркой. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Обычной. Мягонькой тёрочкой. Он мне потрёт спиночку и так далее. Вот так вот. Ну, всем пока. Так. А-а-а-а-а-а-а. Ну, всё.